всем привет меня зовут Оксана я рада вас приветствовать на свой рукодельный канал хочу сегодня рассказать вам о своей носочной пряже также поделиться впечатлениями о ней по возможности рассказать про расход этой пряжи ну а также про то как она себя ведет в течение какого-то определенного времени у меня здесь топка носков которые я вязала из трех видов пряж но несмотря на это я все равно поделюсь своими впечатлениями о других артикулах давайте начнем начнем наверное тогда сразу с образцов именно с носков первое это у меня связан один носок к сожалению 2 так еще не связала и пряжа это от лана гросса называется малин вайт вот так видно значит лайт найт и она идет с люрексом 72 процента это у нас тут 628 процентов полеонид по цвету 2901 вообще сама по себе пряжа достаточно неплохая она не жесткая как бывает некоторые артикула про которые я вам расскажу позднее но конечно же не такая мягкая как вот например косогранде или пряжа вот в пазмах у меня есть вот yarn by stu или же например опять же пряжа magic от инфинити но несмотря на это она достаточно приятная у это пряжа достаточно хорошая износостойкость и каким образом я вообще это определила из этой пряжи я вязала очень много перчаток я специально сейчас не стала очищать от катышек для того чтобы посмотрели как они выглядят спустя два года носки эти перчатки наверное я один или два раза максимум чистила машинка для снятия катышек и в таком виде они у меня находятся что могу сказать вот как перчатки именно пряжа для перчаток мне безумно понравилось достаточно хорошо носится да немножечко пеленгуется но в любом случае вы же перчатками всегда что-то берете трогаете трение происходит поэтому эти катышки появляются но несмотря на это у меня вот уже не одна пара перчаток а их несколько и ношу я их уже больше двух лет поэтому в принципе могу сказать что мне этот артикул понравился как именно в перчатках очень достойный и благодаря тому то что здесь есть полиамид перчатки в течение времени не протирались и уже так долго мне служит я вязала такого красивого цвета у меня есть бежевые но их я сейчас не нашла плюс они выглядят не очень хорошо потому что ношу их ежедневно потом я вязала очень красивый такой фиолетовый цвет безумный как видите в артикулах здесь есть люрекс который выбивается из цвета вот например здесь такой петрольный цвет и люрекс серебряный а есть оттенки которых большинство где люрекс в цвет самой пряжи вот так опять же розовый да вот фиолетовый поэтому могу рекомендовать если вы найдете эту пряжу сейчас потому что я давно и не видела в магазинах то советую к ней присмотреться и если хотя бы не на носки то на перчатки потому что если вы любите прям мягчайшие носки то конечно я бы наверное дала предпочтению другим артикулам например на такие как от ярмайстю такие пасмы замечательные продаются они появляются в наличии периодически они находятся на сайте постоянно их нужно отслеживать но несмотря на это пряж действительно достойная она мягкая расцветки тоже разные потрясающие есть и по поводу расхода такая пасма если вам покажу смотрите у меня было было значит горчичного цвета вот такого оттенка осеннего у меня получилось раз пара носков причем она с узорами идет и сюда ушло достаточно немало пряжи также я связала еще вот такую пару носков сочетав ее с пряжи от инфинити дизайн мэйджик и у меня осталось два маленьких моточка которые можно использовать еще например детских носок носочках вот так вот также с розовой пасмы которая у меня была я связала просто носочки вот таким образом и опять же связала способом helix у меня еще остался достаточно хороший моточек который также можно использовать детских носках или например где-то там несколько рядов если нужно будет связать поэтому расход у пасмы потрясающий у меня осталось еще и две сейчас я вам покажу это у меня из новогодней коллекции я не знала какого цвета придет что мне еще нравится покупки этих пасм там можно иногда покупать секретный цвет и вы не знаете какой расцветки пасма вам придет но с другой стороны так некий сюрприз его выжидание волшебства поэтому я всегда рада участвовать в таких клубах сама пасма не очень дешевая и цена 1250 рублей но если у вас есть возможности например есть другие остатки вы можете сочетать с пряжей то вас получится две пары а то может быть и три у меня еще есть такой небольшой остаточек а также от клуба гарри поттер который я хочу вот сочетать с пряжей мэйджик от инфинити дизайн и мне получится еще одна пара носков и думаю что немножечко даже еще останется переходя плавно к пряже мэйджик хочу сказать что у меня есть отдельный обзор на эту пряжу я оставлю вам ссылочку но также опять же не оставлю без внимания тот факт что пряжа сама по себе тактильно невероятно приятная мягкая взять ее одно удовольствие и по поводу расхода вот одного матка вам может хватить на пару если вы будете вязать методом helix вот у меня осталось еще немножечко если же вы хотите вязать носки только из этой пряжи то конечно же вам нужно будет приобретать два матка потому что в одном отки 50 грамм 210 метров вот у нас идет и состав 80 процентов меринос 20 процентов нейлон кстати по поводу пряжи от яростью хочу тоже сказать про расход и вообще не про расход а про характеристики это 75 процентов меринос 25 процентов нейлон 100 грамм 425 метров я абсолютно все носки вижу на спицах два с половиной поэтому это такой стандартный носочный метраж который меня полностью устраивает также хочу рассказать по пряжу от косогранде это также 50 граммовый моток в котором 210 метров и для вязания носков если пара носков вам будет необходимо два моточка ну а методом helix также думаю нужно будет один моток пряжа сама по себе невероятно мягкая расцветки очень красивые потрясающие на ощупь местный такой момент она закатывается достаточно неплохо так закатывается но принципе если вы чистите машинкой для снятия катышек я думаю что многие вязаные вещи особенно аксессуар закатывается в этом страшного ничего нет главное что носится она потрясающее ногам тепло мягко уютно приятно и такие такая вообще пряжа подойдет для вязания носочков именно деткам я думаю если вот дети не любишь это колко да и взрослым тоже кто не любит колко палитра вообще оттенков там достаточно широкая большая мне осталось два таких красивых матка у меня кстати еще было были другие расцветки но вот мне к сожалению остались только такие вот остатки тут ничего не понятно но что хочу сказать что у них есть по расцветкам такие видите как брызги спрей цвет а есть окрас такое когда вы вяжете полосками то есть идет определенное количество и метраж одного цвета потом другой и когда вы вяжете носок у вас просто идут полоски по носкам что тоже очень красиво смотрится в изделиях и также у меня еще есть два моточка пряжа от реги и шокенмайер и это вул эндзе гэнг если кто помнит раньше было очень популярна именно эта пряжа когда вы видели на фотографиях леопардовые носки у меня остались только фотографии потому что все носки живут на даче я вам здесь ставлю чтобы вы поняли о чем я говорю и к этому с вами были на форму липом рукоделия называется который в сокольниках проходит москве и купили очень много этой пряжи она была по приятной цене мы увидели расцветку и купили ее его сюда две пары хочу сказать что наверное мы купили столько этой пряжи во первых она тактильная не очень приятно она достаточно жесткая и в носках это тоже очень сильно ощущается я их и ношу крайне редко потому что если сравнивать с другими носками и когда ты их надеваешь то конечно же именно эта пряжа проигрывает по всем характеристикам кроме того рисунок здесь сделан так что вы можете вязать носки только на определенный размер и только на определенное количество точнее только определенное количество петель набирая на спицы то есть вы не можете этот размер никак варьировать не делать ни больше ни меньше поэтому здесь вытекает еще один минус например у меня у мамы нога шире чем у меня и ей нужно вязать шире а я не могу потому что рисунок на что не получится собственно поэтому я не могу советовать эти носки никому я знаю что еще крайне редко где-то продается эта пряжа и очень часто про нее спрашивают особенно когда выкладываю фотографии из нее но советовать я ее точно не могу потому что она явно не в моих то фаворитах не в любимчиках хотя конечно цвета и сама задумка идея потрясающая но вот что-то как-то с качества немножко подкачала и вот даже сейчас это активно трогаю эти моточки и конечно же с другими производителями они очень сильно проигрывают еще кстати забыла вам упомянуть что по поводу расхода пряжи на перчатки я говорила самом начале про пряжу от лана гросс и опять же здесь у нас идет 50 граммовый моток хватает на один моток один носок но если вы вяжете перчатки то вам хватит одного мотка на вот пару перчаток собственно что очень потрясающе потому что вы можете купить один моточек он стоит недорого если брать один и связать себе потрясающие перчатки которые вы будете носить долго которые вас будут греть и которых вы будете которого мы даже приносить такую радость от того то что связали их вы с душой очень хорошо также такую пряжу брать и вязать перчатки например в подарок потому что смотрятся эти перчатки достаточно эффектно если вам понравился такой обзор пишите мне в комментариях ну а мы с вами увидимся в следующих видео всем пока